Еще хотел бы спросить у вас, когда мы говорим о поэте, всегда вот поэта, рядом с поэтом находятся поклонницы. Вот, Всеволод, много у вас поклонниц? Правда? Вообще, да, кто у вас? У вас поклонники или поклонницы? Ну, я имею в виду, я имею в виду, поклонники... У меня жена, во-первых. Не, я знаю, я знаю, боже мой, да не в этом смысле. Ты же еще мало, ты же еще мало. Вы пишите гражданскую поэзию, но я имел в виду, что вот какие-то вот, ну, слои, так сказать, граждан, да, вот какой-нибудь, ну, политической имеется в виду, вот ориентации на там различные. Политизированная молодежь, как правило. Политизированная молодежь. Да, и пенсионеры. А почему пенсионеры и молодежь? Ну, потому что пенсионеры находят в моих стихах очень, видимо, ностальгию, мне так кажется, ностальгию по Советскому Союзу, по своей молодости. А политизированная молодежь, наверное, находит в них какие-то протестные нотки, потому что я сам, в свою очередь, подзаряжаюсь от протестной молодежи, она, протестная молодежь дает темы для текстов, скажем так. У них есть в голове идеи, а я люблю писать об идеях. А вот когда вы читаете его стихи, чем вдохновляетесь? Когда очень много красивых девушек находится в зале, любите читать стихи или вам все равно? И какие хочется читать стихи? Вы знаете, у меня жена. Нет, тут разные вопросы. Жены бывают разные. Я просто никакой бы из красивых девушек не посоветовал. Связывался с вашей женой, да? На узкой дорожке. Да, и из красивых мужчин тоже. А даже так, да? А вот вы вообще любите... Любите ли вы женщин? Да нет, вы же любите женщин, я об этом уверен. Я хотел вас спросить, что много ли у вас учениц? Вот так я задам, политкорректно этот вопрос. Учениц? Учениц. В смысле науки страсти нежной? Ну, нет, науки поэзии, ритмоплёдство, если так можно выразиться. Есть, есть ученицы, есть парочка. Да, есть две-три. Но никакого секса нет. Это мешает работе. Мешает работе. А как происходит вообще вот занятие? То есть вы говорите, что с ритмомовать нужно или как это? Ну, встречаемся мы где-нибудь в гостинице. Ага, в гостинице, да? Так, 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 так. Ну а дальше, ну что же, процитирую вам публиовидия на зону. Прочее знает любой. Ага, даже тогда, ну секса нету, да? Нет, ну конечно. Так все-таки подождите. У меня 60 лет, вы чего с ума сошли? Ну так подождите, 60 лет, это вы еще пацаны. Да ладно, уже на пенсию вышел. Нет, подождите, одну секунду. Это женщина в 60 лет уже, так сказать, там бабушка. Ахахаха. Не знаешь ты некоторых девушек. Да, подождите. Да, одну секунду, но во всяком случае, пусть она будет девушка, но мужчина в 60 лет еще пацан. Ну, у меня тоже жена есть, поэтому я должен перед микрофоном говорить политические корректные вещи. Только правда, да, совершенно верно. Ясно. Скажите, пожалуйста, я хотел бы у вас спросить, вот у вас, естественно, есть вот русская поэзия, да, вот наверно там коллеги, вот там, я не знаю, относитесь к ним как с соперником, да, вот Бахыт и Псимоват. Назовите, пожалуйста, каждый вот по три вот современных русских поэтов, поэзии которых вы относитесь с восхищением, изучаете, вот следите за ним. Я бы назвал Шаша Брянского, пока он, сейчас он, к сожалению, стихов не пишет. А Андрея Родионова и, ну, наверное, Фанайлову или… Видите, как интересно. Витухнов. Ага, ну Витухнов. Видите, у меня совсем не совпадает, но я вот люблю этих самых, все-таки, старых козлов, как называется, облезлых евреев. Да. А кого, кого? Ну, Гондельский, Цветков, а из молодежи это тот же Кабанов, который хозяин фестиваля. Нет, Кабанов очень хороший поэт тут, я… А вот мы Кабанове сходим. Тут не из-за того, что вот я сижу тут по его милостью пью коньяк, он действительно хороший поэт. Без дураков. Коньяк не за его счет пьешь, а за счет. Ну, я сегодня приехал, я за счет. А почему нравится Кабанов, кстати? А вот посмотри сам. Вот мы сидим двое взаимоисключающие два поэта, да? Да. Полностью взаимо друг друга исключающие. Вот. Один красивый старый еврей на вид, хотя казах на самом деле. Другой честный русский этот самый… А вот как антисемит. Антисемит, да, да, да. В общем, исключаем друг друга. А на Кабанове сходимся. Вот так как Кабанов. Он в своих стихах ухитряется такую мандельштамскую беззащитную нежность сочетать с бандитизмом. Да. Что невероятно плодотворное сочетание. Да. Невероятно. Абсолютно. Абсолютно согласен. Меня спросили, я примерно то же самое сказал другими словами. Да. А вот, кстати, я хотел вас спросить. Вы сегодня будете, наверное, с эстрадой читать свои стихи. А вам вообще вот симпатично. Вот я помню еще вот, когда из курса русской литературы в 60-х годах, там как бы поэзия делилась на тихих лириков, типа там вовцов какой-нибудь. Одну секунду, это может быть я там знаю, да. И, значит, эстрадных поэтов. Вот вы кто? Вы тихие лирики или эстрадные поэты? Вот кто? В отношении сербово просто речится. Кому вопрос-то я… Ну хорошо. Сим, вот вы могли бы стать тихим лириком? Боюсь, что нет. Нет, не интересно. Почему? Нет, а понимаете, тихий лирик, он должен быть человек, действительно, с очень глубокими чувствами, с серьезным внутренним миром, который из себя должен черпать какие-то бесконечные ощущения от окружающего мира. А у меня мир совершенно не глубокий, ну там 0,7 входит, там ну 0,8, а дальше начинается дно. То есть мне… То есть, прости себя, можно я тебе задам вопрос? То есть ты воспринимаешь себя в русской поэзии, как такую проекцию простого русского рабочего? Ну, в общем-то… Да, 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 почему обязательно рабочего? Каковы… Ну, фабричный… Ну, фабричный, да, да, да… Жизнь по заводскому гудку, все это… Ну, ты знаешь, у меня уже есть такой знакомый, это потрясающий ленинградский поэт Виталий Кадмитриев, он тоже работает рабочим. Ну, замечательно. Чем больше нас, рабочих паренеков… Да, он работает геодезистом, он рабочий паренек. А он геодезист? Я же по образованию, я же геодезист. Вот! Я же геогаик кончал. Господи, вот… Нет, 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 тогда, значит, если бы ты вернулся к своей основной профессии и бросил… А наша профессия умерла, на самом деле. Да, а он… Геодезистическая экспедиция… Ну, конечно, не нужда стране и газа не… Нет, просто… Ведь мы-то что делали? Мы учились работать теодолитами, оптическими… А теперь спутники… Ведь мы уезжали, да, вагоны, выпивались вагоны водки, люди уезжали на месяца, снашивали там десятки валенок, валили тайгу, чтобы определить координаты точек, там прорубали просеки… А сейчас, вот, человек идет, у него в часа встроен GPS, он нажимает на кнопку, и эти координаты без этих вагонов водки… Без всяких этих ночей, у костра там… Тем не менее, Виталий Дмитриев, он ездит в экспедицию, в Московую область, да, там чего-то… Видимо, до спутника не долетает. Может, это ход бить его. Может быть. Ну, в принципе, это, конечно, мировая профессия. Кстати, господа, вот, знаете, вот сейчас я хотел бы вот задать вопрос о коллегах Юрия Володарского и Юрия Володарского. Вот всегда, в принципе, у каждого писателя, прозаика, поэта, драматурга… А, да. Можно немножко еще горючего? Да. У каждого всегда… Спасибо. У каждого… Спасибо. У каждого… Спасибо. Не переживайте. А себе? А себе. Всегда у каждого прозаика, поэта, драматурга и будь какого любого, так сказать, литературного работника, всегда есть враги. Прежде всего, это критики. Вот как вы относите… Вот, назовите, вот, пожалуйста, вот тройку критиков, да, вот вы знали сейчас до этого вот тройку поэтов, которых любите. Тройку критиков, да, которые являются вашими оргами, которые вам сказали. Да вот этот вот Конжев, да это не поэт, Емелин, да это позор, там русская поэзия, его нужно выгнать, он и так далее. Вот обнародуйте эти имена. Мне… У меня будет… Я три… Глупо называть, я могу назвать одного критика, который не сказал обо мне, что меня надо выгнать из-за русской поэзии. А кто? Это Виктор Топоров, извините. А, Виктор Топоров, да. Зато он сказал, что меня надо выгнать. Ну, это уж ваш… Это ваше тело, я его не знаю. Если выгоняют Емелина, то не выгоняют Кинжеева, и наоборот, выгоняют Кинжеева, не выгоняют Емелина. Вот, а остальные, а все остальные критики – это мои смертельные враги. Кстати, между прочим, дочь Аглая Топорова, я просто сейчас зрителям объясню. Виктор Топоров – это один из известных питерских критиков, известных русских поэтов, критиков, которого не очень любит мой, так сказать, Лизави Экинурий Володарский. Да, он не очень любит. Он живет в Питере, он автор великолепных книг. Например, я обожаю его записки «Скандалиста». И, кстати, вы знаете, его дочь Аглая, она работает здесь, в Киеве, в украинском коммерсанте. Возможно, на сегодня… Ну, вместе работали некоторое время. Привет ей огромное. Привет ему, Решпет, уважение передавайте. Да, и вот критик Виктор Топоров очень любит украинского поэта. В данном случае он обожает его не как поэта, а как прозаика Сергея Жадана. Считает, что на территории СНГ, если кто… Хороший поэт. Да, хороший поэт, да? Кто достоин Нобелевской премии, как прозаик, он считает, что это достоин Сергей Жадан. Вот. Итак, значит, все остальные критики, там, Немзер, да, вот… Ну, Немзер слишком большая фигура для того, чтобы такой ничтожной вошке, как я, высказываться. А там вот критики эти типа, вот, ну, Костюкова, там, вполне все враждебно настроены. Ну, такой средний… И правильно. Правильно. А вы знаете, кстати, я вот… Знаете, вот я помню… Чужие русские поэзы изнутри разрушаются. Да. А у вас есть ненаправожелатели критики? Топоров. Ага. А почему… Вы знаете, он ненавидит еще Бориса Херсонского, есть такой вот русский поэт из Одессы, Бориса Херсонского, но он ненавидит. Слово «не любит» по отношению Топорова к Херсонскому, сказать нельзя. Он неизвестно, за что ненавидит его людчайшей ненавистью, за что не понимаю. Ну… Ну, еще ненавидит Александра Кучнира. Да, да, да. Слушайте, ребята, ну что, ну все критики хорошие, они такие зайки, они что-то пишут. А вот я заметил, что всегда вообще вот поэты и про зайки, в принципе, да, расправляли своими недругами, литературными критиками, да, они расправляют свои произведения. Вот я знаю, например, вот у, значит, Виктора Пелевина в каком-то романе, значит, есть, значит, такой вот эпизод, по-моему, в «Поколении Пи». есть, напомните мне, пожалуйста, Юрий, известный московский клиник, забыл, которого он сел в романе, значит, в туалет и провалился. Там не Басинский случай? Да, да. Басинский автор книги «Отолстого года». А вот Данте Алигери вот всегда своих вагов, значит, вот всех отправлял в ад, вот в божественная комедия, так сказать, и прочее. Вот нет ли у вас, так сказать, такого желания вот литературно расправиться с вами? Я полно написал текстов на эту тему, полно. Сева, а может быть, что-нибудь вспомнишь? Ну, они все длинные, но они действительно все не… А фрагмент, посвященный конкретному критику, там же можно… Нет, ну конкретно я не конкретизировал, я не критизировал. Хорошо, господа, сейчас уже подходит к концу вот время нашей видеоконференции. Вот Киев, вот я хотел спросить, вот еще вот есть ли у вас на Киев? Вообще, какое впечатление у вас оставляет вообще вот Киев, Украина, вот чего хочется? Может вам нравятся девчины, так сказать, хотите выпить сало, то есть… Да, выпить сало. Горельки, да, горельки, съесть, запустить салом, съесть вареников и прочее. Вот Киев вообще вот… Ну, замечательные впечатления, замечательные девчины, ужасно красивые. Еду я еще пока не пробовал, но я в Москве стараюсь покупать в основном украинские водки уже давно, они гораздо лучше российских… Мне кажется, тот курс на демократию, который взяла Украина, он плодотворнее, чем тот курс на суверенную демократию, который взяла Россию. Здесь вкуснее и девушки красивее. Большое спасибо, господа. Вы сегодня смотрели… Если у моего друга, товарища есть какие-то… Нет уже вопросов. Нет, я хорошо посидел, спокойно отдохнул, в этот раз мне очень приятно было в этот раз, в этот раз, когда вы не участвовали. Надеюсь, вы выспались всегда. Все, большое спасибо, дамы и господа. Мы обязательно выложим эту видеоконференцию, нарежем какими-то интересными фрагментами и выложим на обозреватели. Смотрите нас еще в следующий раз и приходите обязательно кто-то в Киеве на Киевские лавры, которые проходят буквально в течение этих пяти дней… В течение пяти дней с 13 по 17 мая приходите на Киевские лавры, читайте стихи, любите поэзию. До свидания! До свидания, до свидания. Продолжение следует...